Если ваша жена скажет, что она хотела бы стать женой Кадырова, вы даже своей жене порицание высказать не сможете. Это просто звонок, какой-то взгляд. Сколько этих кадыровцев погубили эти женщины, играя в эти интриги. И в своем этом эфире Делимханов высказал очень важные слова. Давайте для начала послушаем, что сказал Делимханов. Он обвиняет Закаева в том, что якобы тогда при Ичкерии, Закаев и другие, что они посягали на жен друг друга. Что типа тогда они были сторонниками и пропагандировали то, что можно домогаться до жен друг друга. И после этих слов Делимханова выходит в эфир Кадыров с Хамбиевым. Они говорят про Анзора Масхадова. И послушайте, что говорит Кадыров. Кадыров говорит, что тогда, в 90-е, что он пришел в дом к Масхадовым. Там говорит его жена, жена Анзора Масхадова. Он говорит сейчас про жену Анзора Масхадова. Это ответ как бы Анзору. Анзор сказал, что он врет. Кадыров до этого рассказывал, как он пришел. И Анзор Масхадова сидел там, играл в компьютер. И он ему сказал, мол, выходи, ты что тут расселся, мы там твоего отца охраняем. Анзор это опроверил, сказал, что это, конечно же, неправда. И вот, отвечая на это, Кадыров говорит, он сказал, что я солгал. И он клянется, говорит, я не солгал, клянусь, говорит, Господом, я не солгал. Когда я пришел к ним, он говорит, его жена с охранниками играла, говорит, в компьютер. И, внимание, она была, он говорит, очень привлекательна. Миссел Тагеризм, он говорит. То есть, этот паршивец тогда заглядывался на чужих жен. И вы садитесь, включаете эфиры и обвиняете кого-то в Ичкерии, что кто-то там дозволял чужих супруг и прочие вещи. Это ведь вы недостойные, вы паршивцы. Это ведь вы этими занимались, вы сами же это признаете. Какого черта, как может человек прийти и заглядываться на чужую жену, оценивать, привлекательно она или как она выглядит. Ваши же языки вас выдают, насколько вы ничтожны. Это ваши обычаи, это ваши адаты. Ваши, вы потомки НКВДшников. Это вам свойственно, заглядываться на чужих жен. Вы и сегодня там, у вас и нет понятия, как моя жена, у вас нет. У вас ваши жены, все ваши, вот вы, прихвостни кадыровские, все ваши жены являются кадыровскими женами. Попробуйте хоть кто-нибудь сказать, что ваша жена, она не жена Кадырова, попробуйте. Вы прекрасно знаете, что вы никогда это не сделаете. Если ваша жена скажет, что она хотела бы стать женой Кадырова, вы даже своей жене порицание высказать не сможете. Потому что, не дай бог, она расскажет об этом Кадырову, и он узнает, что вы против того, чтобы ваша жена стала его женой. И он сделает вас своими женами. Вы это прекрасно знаете. Поэтому вы сами являетесь женами Кадырова. Ваши жены являются его женами, его наложницами. Вы не являетесь хозяевами своих жен. Мы-то, хвала Аллаху, мы являемся хозяевами своих жен, своих семей. Но вы нет. Ваши жены принадлежат Кадырову. Вы сами принадлежите Кадырову. А Кадыров вместе с вами, вместе с вашими женами и своими женами принадлежит Путину. Я на полном серьезе говорю. Если любая из супруг приближенного Кадырова человека, кто бы он ни был, любая из них, скажет своему мужу, знаешь, а мне нравится Кадыров. Валлахи, они не смогут ее порицать за это. У них не хватит смелости, чтобы сказать, ты ничего себе, это что такое, что это за разговор там, чтобы развестись со своей женой. Они побоятся. Они скажут, ничего себе, правильно, конечно, он тебе должен нравиться, он и мне нравится. Так и должно быть. Это реальность, которая сегодня есть в этом Кадыровском обществе, в их окружении. Так обстоят дела. И они сидят и рассказывают о каких-то ориентациях людей, о том, что к женам как-то относились во времена Ичкерии. Просто паршивцы. Во времена Ичкерии как раз-таки семьи, жены, эти вопросы были неприкасаемы. Никогда никто не мог себе позволить притронуться к чьей-то жене каких-нибудь родственников, забрать и их пытать, ими шантажировать, чтобы своего врага как-то вытащить, пленить его. Это было недопустимо. Во времена Ичкерии обычный работяга, обычный парень, бродяга, он мог любому, на любом уровне, будь там министр, какой-нибудь генерал, любому мог оказать сопротивление. Просто собрать свой род, собрать своих друзей, своих товарищей, своих односельчан и качнуть. Им немало таких примеров. Сколько у нас было негативных моментов, когда друг друга стреляли, убивали. Когда там Бараев, например, перестрелялся с Сирноводска, с двумя братьями. Сколько было таких моментов? Но это было время, когда действительно люди за себя могли постоять. То, что люди друг друга убивают, это плохо. Однако никто никого унизить не мог. Никто не мог своих родственников забрать. Никто не мог тебя пытать, на бутылку сажать. Не мог. Этого не происходило. Любой человек мог оказать сопротивление. А что произошло сегодня? Сегодня вы не являетесь хозяевами даже для своих жен. Вы не можете. Если ваша жена просто захочет уйти от вас к Кадырову, вы просто возьмете, посадите ее в машину, оденете, нарядите, накрасите и отвезете к Кадырову. Потому что попробуйте вы это не сделать. Она просто скажет ему, что она изъявила это желание, и вы ее не отвезли. И он сделает из вас свою жену. А, кстати говоря, родственников Закаева похитили, забрали, отвезли на территорию нефтяного полка. Там, очевидно, обработали. После чего они вернулись и записали обращение, в котором тоже обвинили Закаева этим недостойным обвинением. И в своем этом обращении Делимханов говорит, что вот сейчас, говорит, твои родственники сами скажут, кто ты есть. Очевидно, что они уже их там на тот момент, когда он записывал это обращение, они их, видимо, уже с ними провели необходимые действия, или, может быть, собирались провести, не знаю. Как сказал, как анонсировал Делимханов после этого, брат Закаева. Понятно, что вынужден, да. Он говорит то, что от него требуют. Они там вообще находятся в плену. Там вопросов никаких быть не может. Но насколько нужно опуститься, насколько уже, куда эту планку еще опускать, а вот это я не понимаю. Что будет дальше? Вот сейчас уже откровенно вы сидите, говорите, голубой там, голубой. А дальше что? Что дальше? Бутылка была. Вот эти вот обвинения в голубизне есть. Есть там, штаны снимали. Дальше куда? Чем вы еще нас удивите? Я вот это не понимаю. Я уже не знаю, чего ожидать. Что там будет дальше? Они очень хорошо знают свое положение. По поводу жен, я еще раз повторяю, то, что я сказал по поводу жен, я это говорю на полном серьезе. Это не какая-то попытка их задеть или преувеличение. Нет, не аллегория. Нет. Это реальность. Кто, кто после того, как его жена ему скажет, что она бы хотела, что ей нравится Кадыров, и она хотела бы стать его женой, кто из его окружения посмеет как-то противиться этому? Кто? Сколько там этих Кадыровцев слетало с должности, просто их уничтожали из-за вот этого женского фактора, из-за того, что они там ни к той обратились, ни с той заговорили, ни той написали, ни той позвонили, ни той имеется в виду какой-то кадыровской пассии. Просто звонок там, какой-то взгляд. Сколько этих кадыровцев погубили эти женщины, играя в эти интриги. Как вот в этом сериале, помните, «Великолепный век», когда эти в Гареме его жены там мутили целые дела, стравливали между собой визирий и так далее. То же самое делают сегодня и эти кадыровские бомбиты, как их называют у нас. Это ведь то, что там происходит, это действительно истина. Субтитры создавал DimaTorzok